Дорогие товарищи, сегодня у нас очередное занятие Красного университета, Фонда рабочей академии и Ленинградского интернат-телевидения. Сегодня я заменяю Михаила Васильевича Попова, который, к сожалению, заболел, но я надеюсь, что у него все будет в порядке. Сегодня я буду читать лекцию по философскому учению о понятии. Прежде чем мы перейдем непосредственно к изучению учения о понятии, давайте вспомним, а, собственно говоря, зачем нам нужно изучение диалектики и чего это мы ее тут в Красном университете изучаем. Как вы помните, диалектика или диалектический материализм – это один из моментов марксизма. И для того, чтобы освоить диалектический материализм, нам необходимо изучать диалектику в ее наиболее полном изложении. Как говорил Энгельс, наукологики Гегеля есть единственные компендии диалектики. И поэтому, собственно говоря, мы эту книжку и читаем, с одной стороны. С другой стороны, в предисловии к изданию науки-логики, которая здесь лежит, на столе, была помещена работа Владимира Ильича Ленина о значении воинствующего материализма, в которой он достаточно подробно останавливается на вопросе о том, а зачем диалектику изучать, и пишет, что если без изучения диалектики, без применения ее в жизни, наш материализм станет не сражающимся, а сражаемым. И вообще, всех редакторов журнала «Познамение марксизма» он призывал к тому, чтобы стать своеобразным кружком гегелевской диалектики и изучать гегелевскую диалектику с материалистической точки зрения. И вот тут возникает вопрос, а что такое изучать диалектику с материалистической точки зрения? И на него этот вопрос, в общем-то, мы уже давали ответ некоторое время назад, но его неплохо было бы повторить. Во-первых, когда сам Владимир Ильич изучает науку логики в 29-м томе полного собрания сочинений, просматривая и рассматривая те переходы, которые он находит в учении, в книге науки логики, он, в принципе, там неоднократно в заметках по этому поводу замечает, что все, если выбросить, так сказать, рассуждения о Боге, о сторонние рассуждения гегеля в приложениях, то, в принципе, звучат те категории, которые изучает диалектик вполне материалистично. Ну, действительно, если мы возьмем категорию бытие, это то, что есть, в общем-то, эта категория звучит вполне материалистично, и никакого отношения прямому к идеализму, и тем более к идеализму, к идеалистической позиции гегеля, эта категория не имеет. Категория вполне материалистичная, и, кстати, эту категорию зачастую путают с категорией материи, в том смысле, что материя – это единое, что есть, и действительно, а бытие – это просто, что есть. Если единство мира подчеркнуть, то это будет материя, а если просто мы говорим о том, что есть, то это бытие. Так вот, Ленин, изучая науку логики, в общем-то, прямо пишет, что книга эта вполне материалистическая, хотя, даже несмотря на то, что Владимир Ильич нам оставил такое, в общем, философское завещание, которое можно вполне назвать философским, в отличие от так называемых других завещаний его, мы можем обратиться к замечаниям, которые еще делал Маркс по поводу диалектики гегеля, и Маркс говорил, и к этим словам Маркса зачастую возвращаются, что если бы у него было время, он изложил бы все то рациональное, что есть в диалектике гегеля на нескольких печатных листах. Ну, как-то так сложилось, что до этого у Маркса не то, чтобы руки не дошли, в общем-то, Маркс-то понимал важность и необходимость изучения диалектики, но как-то так получилось, что изложить то, что изложено у гегеля, да, еще раз, то рационально, что изложено у гегеля, и то, как по словам Маркса он в значительной мере мистифицировал, Маркс на тех самых нескольких печатных листах так и не изложил, потому что видится, что, в общем, если говорить о переходах между категориями, то более коротко, чем в науке логики, эти переходы не изложить. И основываясь на этом утверждении Маркса, многие товарищи, которые называются левыми, говорят, что, ну, там какой гегель, зачем его изучать, это не материалистическая диалектика, да, материалистическая диалектика, мол, у Маркса только есть, а как ее извлечь, эту материалистическую диалектику, из трудов Маркса, ну, этого они уже почему-то не поясняют. А на самом деле труды Маркса – это применение, материалистическое применение гегелевской диалектики к исследованию такого формы движения материи, как общество. Так вот, мы убеждаемся, и исходя из слов Владимира Ильича, исходя из того, что Маркс-то более короткую науку логики нам не оставил, убеждаемся, что изучение науки логики непосредственно связано с материалистическим пониманием мира. И, может быть, вопрос в том, к чему на самом деле эти категории науки логики будут применены. И это все правильно относится к, если мы говорим о учении о бытии, там, в общем-то, идет речь о движении категории бытия, учении о сущности, также никаких вопросов по материалистическому толкованию этих учений из первого тома не возникает. А когда мы переходим к тому второму науке логики, учения о понятии, и говорим о третьей книге, третьей книге, так, это том второй, третья книга, да, учения о понятии. Здесь получается следующая ситуация, что если мы просто посмотрим непосредственно на оглавление, то начинает гигель рассмотрение понятия с субъективности, а потом рассматривает объективность. И вот здесь происходит, по всей видимости, некое изменение, по крайней мере, порядка тех категорий, которые должны естественным образом следовать из повествования. Видите, на чем закончилось учение о сущности? Значит, мы рассматривали бытие, рассматривали во всех его изменениях, потом бытие сняло само себя, отрицало само себя, и мы перешли к сущности. Сущность определила себя так, что стала основанием, да, потом она вступила из этого в существование, то есть происходит выход сущности обратно к бытию, и в конечном итоге сущность реализовала себя в виде субстанции, которая уже есть, по сути, бытие, и один шаг от субстанции к понятию, есть признание того факта, что субстанция это уже есть бытие, через которое просвечивает сущность. Таким вот образом, по крайней мере, в предисловии, Гегель объясняет, каким образом вообще мы к понятию приходим. А потом он почему-то начинает рассматривать субъективность, то есть он рассматривает сначала моменты самого понятия и переходит к суждениям. Сейчас мы поговорим о том, что такое суждение, что такое умозаключение и как они устроены в принципе, но в целом надо сказать, что когда мы говорим о суждении, а эти суждения относятся к субъективности, то есть есть некий субъект, который эти суждения должен выносить, должен излагать. А этот субъект, как мы сейчас увидим, он описывается во втором отделе, в разделе «Объективность». Поэтому видится, что здесь материалистическое как раз толкование гегельской диалектики в том числе и заключается в том, что после учения о сущности, после рассмотрения субстанции и доведения дела до самого понятия, необходимо дальше рассматривать объективность. Потому что вот когда мы говорим о моментах объективности, то есть мы рассматриваем ведь уже тоже понятие, моменты объективности, как следует из изложения науки-огики, сначала появляются в своем самостоятельном безразличии друг к другу. То есть они существуют как объекты, ну скажем так, вне друг друга и обладают лишь внешним единством. И мы приходим здесь к вопросу о механизме. Что такое механизм? Это внешнее соединение некоторых частей, некоторых объектов, которые, еще раз, они самостоятельны друг к другу и обладают лишь единством вне друг друга, то есть как со стороны третьего наблюдателя. И такое внешнее соединение частей, как я уже сказал, называется механизмом. И вот нужно рассматривать механизм. Ну вот давайте остановимся на некоторое время на механизме, ведь что мы видим в механизме? В механизме нет никакой воли, никакой цели, никакого целеполагания. Это просто внешнее соединение частей. И можно привести много примеров механизмов, которые мы пользуемся и в жизни. Вот, например, механическое движение. Можно говорить, что, если мы рассматриваем автомобили, на которых мы зачастую ездим, это там, что кто чинит автомобиль-то? Механик, да, чинит автомобиль. На самом деле автомобиль это и есть вот механизм некий. Это некое соединение внешних частей, равнодушных, безразличных друг к другу. Ну и что? Сам автомобиль может поехать? Ну, может, если туда добавить этот искусственный интеллект современный, да, да и то, как-то пока он едет плоховато. Для того, чтобы автомобиль поехал, и для того, чтобы он реализовывал себя, как в своем понятии, в понятии автомобиля, там необходима как бы некоторая прослойка между, так сказать, рулем и сидением в виде человека, который всем этим механизмом управляет. То есть, когда механизмом происходит управление, тогда этот механизм приходит в движение и соответствует, вообще говоря, своей сущности. Но механическое движение, как таковое, оно не только, не обязательно должно быть управляемо, оно может быть механическим движением, как таковым. Да, вот в автомобиле я привел пример такого, когда механизм не может двигаться самостоятельно, а, скажем, если мы обратим свое внимание на движение планет, на механическое движение планет, то в принципе, и небесных тел вообще, то в принципе на многие вопросы, если представлять себе, что тела планеты и звезды в... ну, со звездами уже сложнее. На самом деле, если ограничиться планетами, солнечной системой, то в принципе, если подразумевать механическое движение, такое, как бы, независимое внешнее соединение этих объектов, то рассмотрение механического движения и так называемая небесная механика, она, в принципе, отвечает на многие вопросы, которые стояли перед физикой на определенном этапе ее развития. Например, небесная механика, по крайней мере, предсказывала каким-то образом положение тел на небесной сфере и как-то могла изучать. Это механическое, еще раз повторюсь, движение. Ну и вот, рассматривая моменты, значит, еще раз, мы рассматриваем моменты объективности, рассматриваем механизм. И Гегель здесь различает в механизме механический объект, то есть это просто механизм, взятый сам по себе, вот это внешнее соединение отдельных частей. Потом он рассматривает механический процесс, то есть уже этот механический объект в движении, в изменении. Также он вот здесь рассматривает формальный механический процесс, реальный механический процесс, продукт механического процесса, и потом приходит к рассмотрению абсолютного механизма, который характеризуется тем, что эта категория абсолютного механизма характеризуется тем, что в ней уже есть некий центр. У Гегеля так и вводится такая категория, как центр. То есть это такой объект, к которому тяготеют вот эти объекты, входящие, другие объекты, входящие в механизм. Ну и вот уже тут с этой категорией, когда мы сталкиваемся, да, центр, вот есть там различные, например, в различных фильмах можем увидеть, обратиться в центр, позвоним в центр. То есть центр – это уже такой некий объект принятия решений и уже движения к целеполаганию. И этот центр по Гегелю, значит, он приводит к тому, что то внешнее единство объектов в механизме, которое являлось до этого их имманентным законом, то есть только внешнее единство было в механизме, оно определяет эти объекты, снимая их самостоятельность. То есть вот это вот тяготение к центру, тяготение к чему-то единому снимает самостоятельность в механизме и мы получаем что? Мы получаем переход к химизму. Химизм – это такая субстанция уже, или такая объективность, в которой есть внутренняя связь между элементами или моментами этой объективности. Ну и понятно, если мы рассмотрим химическое соединение какое-нибудь, например, соединение воды, то нельзя сказать, что там мы бросим две молекулы водорода, одну молекулу кислорода, взболтнем так и получим воду. Так зачастую не получается. Есть химическая связь в молекуле, в молекулах, и таким образом мы имеем дело с химизмом. Давайте еще на секундочку вернемся к вопросу о механизмах, да, и о механизме, потому что вообще вот это вот механизм и механистический подход очень часто используют в таких системах, которые являются достаточно сложными и без в дальнейшем мы будем об этом говорить, без цели полагания, без идеи познания существовать не могут. Говорят зачастую о механизмах в экономике. И действительно, если мы говорим про капиталистическую экономику, то ее можно рассматривать как механизм, потому что капиталистическая экономика в некотором роде является соединением, внешним соединением таких объектов, которые действуют на свое разумение, да, максимизируют там свою прибыль, целеполагание у них внутреннее, то есть оно не распространяется на всю экономику, целеполагание этих отдельных объектов, входящих в экономическую деятельность при капитализме, является производство стоимости в ее особой форме, в форме прибавочной стоимости, и они внешним образом действительно соединены, а это внешнее соединение на самом деле это не что иное, как та самая невидимая рука рынка, которую называют невидимой рукой рынка, но для них, для этих объектов это экономической деятельности, она действительно это слепая случайность, через которую прокладывает дорогу закон стоимости, который работает при капитализме, никакого целеполагания на все производство капиталистическое нету, если оно появляется, скажем, если капиталистическое производство в какой-то стране расширяется до стадии, до размера монополии на всю страну, то тогда от этой монополии один шаг к социализму, как нас учил Владимир Ильич Ленин, капиталистическая монополия, в которой изменено целеполагание в рамках всего государства и развернутое для блага всего народа, то есть изменилось тут немножко целеполагание, на деле бы означало социализм, вот как пишет о социализме Владимир Ильич Ленин, то есть если мы говорим о социалистической экономике, ее уже никак механической или механистической назвать нельзя, потому что в социалистической экономике есть определенное целеполагание на уровне всей экономики, да, а какое целеполагание на уровне всей экономики, то есть на уровне всего производства, Целеполагание при социализме на уровне всего производства заключается в том, что целью социалистического производства является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. То есть такое целеполагание определяет социалистическое производство не как механизм уж по крайней мере. То есть социалистическое производство нельзя назвать механистическим или каким-то образом говорить о экономическом механизме по отношению к социалистическому производству. Хотя такого рода высказывания в момент разложения Советского Союза в переходный период в 60-е годы они вполне появлялись. Но появлялись они на той основе, что экономика уже двигалась в сторону капитализма, вставала полностью на рельсы капиталистического производства. И отсюда нужно было показать, что социалистическая, что та экономика, то производство, которое сейчас становится, которое зарождается, оно действительно является механизмом. Ну вот оно стало капиталистическим, а как я уже показал ранее, капиталистическое производство, капиталистическая экономика может быть вполне рассмотрена как механизм. Механизм. Хорошо, идем дальше. Про механизм мы проговорили, про химизм мы проговорили, а дальше, если мы посмотрим прямо на те категории, которые идут в науке логики, у Гегеля, мы встретим телеологию, субъективную цель, средство и выполненная цель. Во-первых, что такое телеология? Такое слово философское. На самом деле телеология – это не что иное, как целеполагание. То есть телеология подразумевает, что есть цель. А что такое цель? Цель, если мы говорим об определении этой категории, это предвосхищение результата. То есть когда я говорю о какой-то цели, что у меня есть цель, я предвосхищаю результат. И вот тут я уже начал говорить какие-то вещи, относящиеся ко мне. Видите, я уже сам в своем рассуждении, когда говорю о целеполагании, это целеполагание должно делаться кем-то. А кем оно может делаться? Оно может делаться только человеком, индивидуумом. Вот здесь очень интересное высказывание, относящееся к этой теме. Так, сейчас я могу спутать Маркса или Энгельса. По-моему, это Маркс говорил. Да, Маркс говорил, что самый худший архитектор, то есть человек, отличается от самой лучшей пчелы тем, что он строит здание, которое ему предстоит построить, сначала у себя в голове. То есть у него есть целеполагание некое. Таким образом, если мы говорим о целеполагании, оно присуще человеку, индивидууму. Поэтому здесь то, что появилась идеология у Гегеля, тоже является, видится, не совсем верно. Потому что после химизма мы должны переходить к вопросу о человеке, к вопросу о жизни. А как известно, жизнь – это просто по определению способ существования, один из способов существования белкового тела, белковых тел. Поэтому переход от химизма непосредственно к жизни, то есть такая специфическая форма существования белка, она здесь, естественно, идет после второй главы в разделе «Объективность» мы должны поставить жизнь. И тогда, когда изучаем мы жизнь, вполне дальше нужно говорить о живом индивидууме, о процессе жизни и о роде. Но здесь надо заметить, что если мы говорим о самом Гегеле, то на самом деле здесь он выходит в область, которая относится непосредственно уже к обществу. А как только мы видим, что как только Гегель обращается к таким сложным категориям, как общество и его изучение, у него вся картинка, которая до этого хорошо раскладывалась, она сыпется. Потому что на самом деле, если мы говорим об живом индивидууме, то на самом деле общество – это и есть производящие индивидуумы, можно сказать. То есть здесь два момента. Если мы хотим от жизни непосредственно перейти, скажем, к процессу производства, то есть то, что определяет эту жизнь, нам нужно говорить, что производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы собственности и посредством нее. То есть здесь уже на самом деле, даже когда мы говорим о живом индивидууме, мы не обязательно говорим о обществе. И живой индивидуум, он производит и воспроизводит себя только в обществе. Если вот мы, скажем, интересный вопрос, если рассмотреть Ремензона Круза, который, можно говорить, отдельный такой индивидуум совсем, то когда он копает свою грядку и сажает туда какие-то семена, и выращивает даже эти семена, собирает какие-то средства труда, то на самом деле производством при этом Робинзон Круза, понятное дело, каким не занимается. Потому что, еще раз, производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. То есть должно быть общество, должна быть определенная форма этого общества, и должно быть определенное в рамках этого общества присвоение предметов природы. Так вот, когда отдельный индивидуум, или здесь, когда мы говорим об отдельном индивидууме, это отдельный индивид, когда он начинает что-то производить вне общества, он производством не является, хотя, безусловно, он занимается трудом. Когда пятница отправилась на счет производства? Да нету еще там никакого общества, ну что-то там пятница, нету никакого общества, общество все-таки это должна быть форма общества, а формы общества мы знаем какие, вот если бы там племя уже появилось целое, то это было бы, производили бы они по первобытно общинному, или там, ну, в условиях рабовладения, вот это была бы уже форма общества, тогда бы это было, можно было бы говорить о производстве. Так, ну и что, давайте, давайте двигаться дальше, двигаемся дальше, в каком смысле? Ну, нам надо понять, а куда вот эти вот категории, которые мы тут обсуждали, субъективность, куда должны попасть? Итак, мы сказали, что от рассмотрения учения о сущности мы переходим сразу же в отдел изучения объективности, в котором рассматриваем механизм и все, что к нему относится, потом рассматриваем химизм и все, что к нему относится, и потом рассматриваем жизнь и все, что к нему относится. И вроде как потом бы хорошо перейти к телеологии, то есть к целеполаганию и так далее. Но здесь в каком виде целеполагание должно быть выражено? Даже если я хочу предварить результат, то есть поставить себе цель, я эту цель каким-то образом должен выразить. Выразить я ее не могу ничем иным способом, как выразить в понятиях. Это мы потом уже узнаем, конечно. Тогда и цель, и это выражение будет истинным. А если я хочу выразить в понятии, то мне необходимо как раз перейти к рассмотрению самого понятия и моментов самого понятия. И тут вот естественным образом надо переходить к рассмотрению первого отдела. То есть вернуться на некоторое время, точнее не вернуться, это не вернуться из того, что изложено у Гегеля, а на самом деле двигаться вперед, рассматривая субъективность. Итак, еще раз, мы рассматриваем объективность, механизм, химизм, жизнь, и потом переходим к субъективности. То есть переходим к понятию. К понятию как таковому. Ну вот если мы рассматриваем понятие как таковое, то оно состоит в нем. Поэтому есть три момента, и все три момента обладают таким свойством, как пишет Гегель. Они образуют целокупность этого понятия. Первый момент – это понятие как таковое, понятие взятое без всякой определенности. Это понятие всеобщее. Первый момент понятия – всеобщее. Потом понятие, взятое в своей определенности. Это особенное понятие. И понятие, которое отрицает вообще все возможные определенности, то есть отталкивается от них, это единичное. Итак, мы видим, что у понятия есть три момента – всеобщее, особенное и единичное. И здесь можно привести достаточно простые примеры, которые Гегель и рассматривает. Скажем, всеобщее понятие – растение, единичное понятие – роза, а особенное понятие – вид роз, красные розы, какой-нибудь род на самом деле – роз. Вот таким образом можно говорить о моментах понятия. Ну или пример, который с яблоками обычно приводится. Есть яблоко вообще по понятию яблоко, есть особенное яблоко, антоновка, например, то есть особый вид яблока. Есть единичное, данное конкретное яблоко, которое отрицает, на самом деле отталкивается от того, что, когда я говорю о конкретном яблоке, имеем в виду, что это не то яблоко, не это, не это, не это. То есть оно отталкивается от всех остальных яблок. Но и с другой стороны, так как мы сказали, что всеобщее, особенное и единичное образуют ту самую целокупность, то на самом деле нет, что бы мы ни взяли, какой бы мы момент понятия ни взяли этого, мы имеем в виду и другой момент понятия. То есть если мы взяли конкретное яблоко, единичное, то на самом деле единичное, мы сразу же говорим, что это яблоко, это яблоко, прямо в утверждении, яблоко. Поэтому мы сразу же указываем, что нет никакого единичного, которое бы не было всеобщим. И наоборот, всеобщее существует только как единичное, нет яблок вообще, как как бы такого сферического яблока в вакууме. Когда мы говорим, имеем в виду понятие яблока, мы имеем в виду, что вот те все яблоки, которые являются единичным. То есть нету никакого всеобщего, есть просто всеобщее в виде единичного, нету никакого единичного, есть единичное в виде всеобщего. Это моменты понятия, то же самое с особенным, и они образуют целокупность. Дальше идем по учению о понятии, никуда не уходим обратно в рассмотрение телеологии, продолжаем. Нам для того, чтобы выражать понятия, ставить цели, выражать окружающий мир в понятиях, понадобятся суждения и умозаключения. Ну и вот Гегель здесь рассматривает различные формы суждения, он показывает, что в суждении, как уже в субъективности, да, мы вот тут перескочили в то, что мы уже рассматриваем не объективность, а рассматриваем субъективность, потому что суждение может быть высказано только человеком, да, и кем другим оно высказано не может быть. Ну и есть различные формы суждения. В обычном суждении есть субъект и есть предикат, да, и на самом деле суждение это и есть понятие, и субъект понятие, и предикат тоже понятие. И понятие таким образом вот раскрывает себя через субъект и предикат. И есть различные виды суждений, их достаточно много, которые Гегель рассматривает. Ну вот, например, суждение наличного бытия. Это такое суждение, в котором субъект есть единичное, да, предикат есть всеобщее. Это телефон от суждения наличного бытия. Самое простое суждение. Это, я имею в виду, ну вот это единичное, а всеобщее телефон, да. Вот такие суждения рассматриваются Гегелем. Здесь я не буду проходить по всем этим суждениям, единственное, что... Да, давайте пойдем дальше. Пойдем к умозаключениям. Мои умозаключения возникают в различных формах, в различных фигурах, как их называют Гегель. И здесь, на самом деле, мы имеем дело с разделом, который напрямую имеет отношение к формальной логике. Все фигуры умозаключений представляют собой утверждение типа единичное, всеобщее, особенное, или всеобщее, особенно единичное, особенное, единичное, всеобщее и все возможные комбинации. Вот, скажем, если мы говорим об умозаключении рефлексии, да, и есть на странице 112, здесь у Гегеля рассматривается умозаключение по аналогии. Прекрасный, мне кажется, здесь вот пример, который говорит нам о том, что наши некоторые граждане вот такими умозаключениями пользуются, хотя это один из самых низших форм умозаключений. Вот здесь Гегель пишет, что умозаключение по аналогии, это умозаключение имеет своей абстрактной схемой третью фигуру непосредственного умозаключения. Фигура умозаключения, как я сказал, это просто последовательность, которую мы называем единичное, всеобщее и особенное. И это умозаключение по аналогии имеет форму единичное, всеобщее и особенное. И вот он пишет, следующий пример умозаключения по аналогии. Земля имеет обитателей, Луна есть некоторая Земля, слежная Луна имеет обитателей. Прекрасное рассуждение, и это умозаключение по аналогии верное. В смысле умозаключения по аналогии это заключение верное. А что здесь написано? Земля имеет обитателей. Луна есть некоторая Земля, но вы согласны, что Луна некоторым образом похожа на Землю? Ну она там круглая такая же, там состоит из тех же элементов, в общем-то вращается тоже каким-то образом. И в этом смысле Луна есть, ну некоторая Земля, можно говорить, что она некоторым образом похожа на Землю? Ну можно говорить. И вот из такого умозаключения по аналогии следует, что следовательно Луна имеет обитателей. Но вот таким же образом по аналогии рассуждают некоторые наши, так сказать, товарищи, не их сложно назвать теперь уже, но граждане, которые вот рассуждают о сегодняшней политической ситуации. Говоря нам о том, они рассуждают по аналогии, говоря нам о том, что, ну как, вот современная Россия, то, что происходит и в современной России, и в мире, похоже ведь немножко на 1914 год, похоже на то, что происходило во время Первой мировой войны. Ну есть же какая-то некоторая схожесть, есть некоторая схожесть, поэтому они по заключению, по аналогичному, по умозаключению по аналогии, как раз выводят то, что надо делать то же самое, что делал Владимир Ильич во время Первой мировой войны. То есть во время Первой мировой войны сталкиваются империалистические хищники, товарищи, которые делают умозаключение по аналогии, не утруждают себя доказательством того, что сейчас тоже столкнулись империалистические хищники. Они делают умозаключение по аналогии, говоря о том, что все то же самое, нужно действовать коммунистам или тех, кому они называют коммунистами, тем же самым образом. А в действительности, если мы говорим о выражении в понятии и о познании окружающего мира выражения в понятии, то нам нужно не делать вот такие вот умозаключения по аналогии, а выражать в понятиях. А чтобы выразить то, что происходит в понятиях, нужно рассмотреть, во-первых, что происходит, какая у нас сейчас общественно-экономическая формация, и заметить, что у нас есть империалистическая часть мира, есть социалистический лагерь, представленный по количеству. По количеству самым большим представителем этого социалистического лагеря является Китай, Китайская Народная Республика, в которой еще не построен социализм, но которая является социалистической страной. Есть страна, в которой социализм построен, это Корейская Народно-демократическая Республика. То есть, на самом деле, мир уже не представляет собой просто такой один империалистический лагерь, но даже в том самом империалистическом лагере, по понятию империализма, который выводил Владимир Ильич Ленин, надо различать страны-хищники и страны, которых эти хищники грабят. И если говорить о ситуации в 1914 году, во время Первой мировой войны, Владимир Ильич, анализируя в работе империализм как высшая стадия капитализма, прямо показывает, что Россия относится к тем самым империалистическим хищникам, и там происходит действительно схватка этих империалистических хищников за передел мира, то сейчас, если мы обратим внимание на то, что же такое империализм и на его свойства, то сейчас имеет место один, по сути, один империалистический хищник, который грабят все остальные страны. Этот империалистический хищник Соединенные Штаты Америки, и, в общем-то, те товарищи, которые тоже метят в империалистические хищники, Европа, например, они уже на сегодняшний день теми самыми империалистическими хищниками не совсем являются, если посмотреть, как руководство Европейского Союза лебезит перед Соединенными Штатами Америки, и как они угробят свою экономику по простому запросу из митрополии Соединенных Штатов. Так вот, сейчас ситуация такая, что есть страны, одна страна, которая является империалистической, страной, грабящей все остальные страны, в которой действует финансовый капитал, самый сильный капитал во всем мире, а в странах ограбляемых, ну прямо ограбляемых, никакого финансового капитала нету, как наличного бытия. Ну и, соответственно, исходя из этого, можно понять, что никакой грызни, которую нам хотят представить на сегодняшний день империалистических хищников нету, а следовательно, построения по аналогии, которые делают иные граждане, называющие себя левыми, они несостоятельны. Вот как можно применять очень интересные замечания Гегеля к тому, собственно говоря, а как рассуждают современные граждане. Давайте двигаться дальше. Итак, мы рассмотрели, что у нас было рассмотрено? Мы рассмотрели суждения, различные формы, различные виды суждения, правильно? Потом умозаключения, умозаключения в различных фигурах и в различных тоже формах, умозаключения наличного бытия, умозаключения рефлексии, умозаключения необходимости и так далее. И дальше мы возвращаемся к тому, чтобы эти умозаключения нужно бы применить к чему? Как раз к телеологии, то есть применить к целеполаганию. Нужно определить цель как предвосхищенный результат. И дальше следует рассмотреть идею как таковую, а именно идею познания. Идея как таковая – это мысль, отвечающая на вопрос, что делать. Поэтому в идею целеполагание, в общем, тоже вложено. И идея познания заключается в том, что нужно познать мир непосредственно. А что такое познать мир? Что значит познать мир? Это значит выразить мир и то, что происходит в этом мире в понятиях. Познать, можно сказать, и понять. Это синонимы. Идея познания – это эквивалентная идея понимания мира, то есть выражения мира в понятиях. А это и есть идея истины. И тут у Гегеля как раз идут аналитическое познание. То есть это познание самой такой примитивной формы. Когда мы всю сложность того предмета, который мы познаем, сам предмет делим просто на куски непосредственно. То есть делаем анализ. Анализ – это разделение фактически. Делаем анализ и эти куски изучаем или выражаем понятия о них по отдельности. Это аналитическое познание. Потом идет более высокая форма познания. Синтетическое познание. Когда мы то, что мы разобрали до этого, нам нужно же понять, что то, что мы разобрали, оно находится в единстве на самом деле в мире. И выразить в понятиях уже это самое единство. Это и синтетическое познание. И дальше мы непосредственно приходим к тому, что нам наше понятие нужно… Как определить то, что истинное понятие или не истина? Вот здесь мы приходим как раз к пониманию того, чему нас учил Владимир Ильич Ленин. Он говорил, что критерием истины является практика. То есть, если это применять к идее истины, к идее познания мира, надо то, как мы познали мир, то в соответствии с этим познанием его преобразовывать. Если это преобразование удачное, если это преобразование получилось, то это значит, что те понятия, которые мы выразили о нашем мире, они истинны. Ну а если не получилось, то значит понятия были не истинны. И поэтому дальше мы переходим к идее преобразования мира или, как говорит Гегель, к идее добра, которая просто заключается в том, что те понятия, которые мы выразили, их нужно проверить в практике. Ну и в самом конце единство, идеи познания мира и идеи преобразования этого мира образуют абсолютную идею. И если говорить об абсолютной идее, тут слово абсолют немножко путает. На самом деле это всего лишь единство идеи познания мира и идеи его преобразования. Абсолют тут в том смысле, в котором мы абсолют использовали до этого, мы использовали категорию абсолютная, как что-то с отброшенной всей предысторией. То есть мы как бы забыли, как мы к этому пришли. Вот абсолют это нету ничего как бы до этого. Абсолют, возьмем что-то за абсолют. Здесь абсолютная идея это категория, это не прилагательная абсолютная к идее. Абсолютная идея это категория в том смысле, что абсолютная идея это, еще раз повторю, это единство идеи истины и идеи добра. Ну и здесь на самом деле можно привести примеры, какие-нибудь абсолютные идеи. В частности, хорошим примером абсолютной идеи является коммунистическая партия, потому что задачей коммунистической партии является соединение научного социализма с рабочим движением. Рабочее движение, научный социализм, он является в себе, содержит идею истины, причем именно это понятие, истинное понятие в том смысле, что научный социализм прямо указывает на материальную силу, которая те преобразования, о которых он говорит, может совершить. А само рабочее движение, то есть вот это движение к реализации, оно является идеей преобразования мира. И соединение этих двух идей в рабочей партии, в коммунистической партии, образует абсолютную идею. Ну вот на этом мы, наверное, закончим разговор о учении о понятии. И еще раз хочу сказать, что рассмотрение, материалистическое рассмотрение учения о понятии заключается в том, что мы рассматриваем все те же самые категории в третьем томе, извините, во втором томе науки логики, в субъективной логике учения о понятии, но переставляем тут некоторый порядок, чтобы было именно такое материалистическое движение от объективности к человеку, к обществу и к его преобразованию через субъективность и через идею познания, и идею преобразования, идею добра к абсолютной идее. Спасибо. Спасибо. Ну, конечно, рабочее идея движения добра. Конечно. Ну, партия соединяет. Конечно, идея добра. А почему рабочее движение, на чем оно основано? На чем основано рабочее движение, я спрашиваю? Надо понять, что это за идея такая? Рабочее движение Оно основано на том, что рабочие хотят Улучшить свои условия Труда Естественно, это идея добра Это идея преобразования Мира Им и нужно Соединиться с пониманием С выражением Этой идеи в понятиях Это научный социализм делают И когда это соединение происходит Это происходит в коммунистической партии И коммунистическая партия соединяет Эти две идеи, конечно Я про добро никогда не думал В этом плане А что это не добро Что рабочий станет меньше работать Что у него улучшатся Условия труда Что у него станет сокращенный рабочий день Это что, не добро что ли? Да, я как-то это Но потеряет рецепт Ну хорошо Но материальные ценности тоже Ну и что хорошо Так а заработная плата Не является добром Увеличена для рабочих В этом смысле Материальная ценность В этом плане Если они не борются Это значит, что рабочего движения Как и такового нету И действительно оно в зачатом состоянии Вот рабочего движения у нас На сегодняшний день Как такового В таком развернутой форме нету Потому что рабочие движения Рабочие должны бороться За вот эти Три пункта Улучшение условия труда Сокращение рабочего времени Увеличение заработной платы Но они Просто эта борьба Как таковая Их ни к чему хорошему Привести не надо Хорошо, но улучшать свое благосостояние Может предходить Не только рабочие Если движение Ифр Это тоже идея добра Еще раз Мы говорим об идее добра Именно она не случайно Стоит у нас как категория После идея познания Мы это знаем Чтобы познали уже Что такое научный социализм И каково Влияние И каково положение Именно рабочего класса В современном обществе Мы это знаем Что именно рабочий класс Перейдет Может провести Провести революцию И организовать социализм Построить Мы-то это знаем Соответственно Конечно Идея улучшения жизни Именно для рабочих Это идея добра А добро Это не субъективная категория? Конечно субъективная То есть если для одного добро Для другого может и не быть В зависимости от того На каких позициях мы стоим Если я стою на капиталистических позициях То конечно мне добро Это заключается в том Что мне нужно больше прибыль получать Но эта позиция не истинная Она же не истинная Мы же знаем как развивается общество Поэтому мы тут и находимся Нужно познать общество Соединение идеи истины и идеи добра Да То есть без идеи истины Мы идеи добра не имеем Да Она не реализует себя Да конечно Мы не имеем идеи добра Мы не можем понять Конечно мы не можем понять Что хорошо что плохо С точки зрения истины То есть идея добра Она в принципе производит идеи истины Ну она конечно идет Ну она как Как когда объединяет одно В единстве В единстве Что значит Производная Что значит производная Есть истины Она Есть идея Рабочие борются без того Что вы поймете Что они прогрессивный класс Они рабочие Так она Ну хорошо И жуки тоже борются за что-то Нам то что от этого А мы идеи добра Называем идею борьбы рабочих Движение рабочего класса Так дорогие товарищи Продолжаем наше занятие У нас по программе Первый час это лекция Которую мы закончили На данный момент Дальше у нас Время для Ваших вопросов На которые я могу ответить Имея ввиду Что вопросы можно Задавать по Любым темам Связанным желательно С Марксизмом Ленинизмом Не только С тем что мы Обсуждали сейчас Потому что Как вы знаете Готовим мы В красном университете По специальности Пропагандист А пропагандист Должен уметь Вести дискуссию По Самым острым Наболевшим вопросам В любой момент Если он говорит Что я Еще не дочитал Не дошел Да Мы Эту тему Еще не проходили То он Не пропагандист Конечно же Поэтому Имея ввиду Что может быть Есть какие-то Острые вопросы Которые нужно Обсудить Вот это Время дано Поэтому Давайте Ваши вопросы Вот у меня Вопрос Родился такой В процессе Дискуссии Ну это Я на РКР Ездил Когда Там Такой Момент Обсуждали Вот если Человек Допустим Каким-то образом Это же Биологическая Жизнь А если Часть тела Допустим Заменять Механическими Какими-то Деталями Протезами Ну Некоторые Утверждают Что он Теряет Человечность Соответственно Ну Он может Допустим Трудиться Мыслить Как человек Почему Ну Вот утверждают Да Спасибо Спасибо Хороший вопрос И действительно Это то О чем Я в лекции Сказал И мы сейчас К этому Как раз Появился у нас Повод К этому Вернуться Надо Исходить Из Определения Человека Определение Человека У Гегеля Очень простое Какое Определение У Гегеля Мыслящий Разум Да И это Действительно Определение Тут Никакой Сущности В этом Бытии Не Просвечивает Человек А вот Если Мы Будем Рассматривать Понятие Человека То В этом Понятии Обязано Просвечивать Его Что Сущность А в чем Сущность Человека В общественных Отношениях То есть В понятии Человека Должно Как-то Быть указано Что Его Общественный Момент Его Сущность Так вот По Понятию Человек Это Животное Общественное Трудящееся Разумное Говорящее Четыре Вещи Теперь Мы переходим К И Да Давайте перед тем Как мы Перейдем Непосредственно К ответу На ваш вопрос Еще поговорим Значит Если Человек Не соответствует Своей Сущности Что это Значит И как Определить Что человек Не соответствует Своей Сущности Он не Разговаривает Ни с кем Сидит Дома Так что Нет Нет Вот нет А в чем Что такое Вот Надо про Про сущность Тут поговорить Более подробно Вот это Общественность В чем она Проявляется То что он Общественный Да Именно Общественное Бытие Есть Общественное Производство То есть Человек Реализует Свою сущность То есть Он становится Общественным Только если Он производит В обществе Когда он Производит В обществе Он реализует Свою сущность Он становится Действительным человеком, когда он непосредственно в производстве участвует. А если он в производстве не участвует, то он... Ну, и вот почему человек, ну, как бы, так сказать, несоответствующей сущности. А это если несоответствующей сущности, мы там знаем, да, в явлении то, что несоответствует сущности, точнее, то, что соответствует сущности называется действительным, а то, что несоответствует сущности, называется недействительным. Человек недействительный в этом случае. То есть, вообще говоря, граждане и капиталисты, которые не участвуют никак в организации собственного производства, а уж тем более граждане рантье, людьми действительными не являются. То есть мы можем, так чтобы нас не привлекли за прожигание, мы можем сказать, что они люди, но они действительные. Не с нашей точки зрения. Не надо тут никакой нам субъективизм в это вводить. У нас наука, у нас истина, мы истину добываем. С точки зрения категории и понятий. С точки зрения понятия. Писатель. Понимается? Ну, конечно, он влияет на производство таким образом. Каким? Ну, не... Стоит себе самовыражается. Кому-то понравилось, хорошо, не понравилось. Хорошо, он может писать в столбе. Общество развивается, правильно? И никто не узнает, о чем он пишет. Общество развивается от этого? Общество развивается от этого? Нет. Ну, как нет? Он может не развиваться, как бы. Вот если он всю жизнь писал, а ничего общества полезного от этого нету, то он и недействительный тоже точно так же. Чего тут? Может, может быть? Так, давайте, подождите. Мы еще к вопросу вашему. Теперь переходим к вопросу о роботах. Значит, тут два вопроса, два момента. Первое. Если у человека заменяются какие-то части тела на протезы, например, да? Он от этого не перестает быть общественным, если он по-прежнему может участвовать в какой-то общественной жизни. Действительно, может быть, на заводе он с этим протезом не сможет работать. Но в какой-то момент общественной жизни он может обеспечивать. Посмотрите, после войны, после Великой Отечественной войны было очень много инвалидов, но все они каким-то образом какую-то общественную нагрузку несли, даже инвалиды. И если человек не несет вот эту ношу общественной деятельности какой-то в обществе, то он действительно переставил быть человеком, он очень быстро на самом деле умирает. И это известно, что если инвалидов не вовлекать в общественную жизнь каким-то образом, то есть, чтобы они не приносили пользу обществу, то это сколько бы их там не реабилитировали, не чего-то с ними делали, все, эти люди станутся недействительными, они просто умирают. Если, ну а если человек просто, у него заменен какая-то часть тела и просто протез, но при этом он может, я так понимаю, что ваш вопрос заключался в том, что он вообще может там трудиться на заводе что-то делать, да хоть у него все руки и ноги заменены. И что? От этого он не перестает быть общественным, не перестает быть трудящимся, потому что он трудится. Что такое труд? Это присвоение предметов природы. Все. Это не так. Это разумная деятельность по присвоению предметов природы. Деятельность разумную он делает, у него есть разум, да? У него есть целеполагание. Он делает разумную деятельность. Значит, он трудится. А если он трудится, разумность в этом есть, значит, в этом смысле он понятие человека удовлетворяет. Говорить он может, говорящий, говорящий, разумный, все, человек. Поэтому, если у нас даже... А что значит не может говорить? Подождите, а что вы имеете в виду, что он не может издавать звуки, речь она не в этом. Я пишу, вот это я тоже говорю. И вот Гегель со мной разговаривает. Считайте, что вот напрямую. Можно поговорить с Владимиром Ильичем в 29-м томе, как вместе с Гегелем, он вас обсудит. Гегеля с вами вместе. А искусственный интеллект тогда? Алиса человек? А что искусственный интеллект? Алиса, она... Да нет, конечно, никаким человеком она не является. Нет у нее разума, нет. Хорошо, отправьте на завод, будет искусственный... Будет это рабочий? Что? Какой будет рабочий? Какой будет рабочий? Какой будет рабочий? Это будет машина. Роботы отпускают, наверное. Роботы могут участвовать в производстве. Но тут есть некое противоречие, которую не замечают граждане апологеты роботов. Есть такие граждане, которые нам рассказывают, что при капитализме все будут замещены роботами, и от этого то ли мы все помрем... Я тут не понимаю, у них как-то они путаются. То ли мы все помрем от этого, то ли наоборот наступит социализм. Значит, при капитализме всех рабочих нельзя заместить роботами. Потому что что такое капитализм? Это товарное производство на том этапе развития, когда рабочая сила стала товаром. Как капиталист производит прибавочную стоимость? Он покупает рабочую силу, и рабочая сила – это единственный такой товар на рынке, потребительная стоимость которого заключается в том, что во время производства она производит больше продукта, чем сама стоит. Это вот потребительная стоимость рабочей силы. У робота никакой рабочей силы нет. И если даже всех роботов, всех, так сказать, все заводы заменят, всех рабочих на заводах заменят роботами, то тогда прибавочная стоимость на самом заводе производиться не будет. Прибавочная стоимость будет производиться при производстве роботов. В производстве роботов будет производиться прибавочная стоимость. Это первое. А второе, мы такой тенденции как бы сейчас не видим. Все это рассуждение хорошее, так сказать, можно потеоретизировать здесь, но пока мы видим, что даже в современной России машины заменяют на людей. Наоборот, происходит. У нас 10 таджиков копают яму вместо того, чтобы купить один экскаватор. Вот какая трагедия происходит. Это происходит из-за того, что стоимость рабочей силы критически низкая. Критически низкая. То есть, на самом деле, вся эта история с роботами, она будет происходить при капитализме. Она не примет тотального, как бы, ситуация не станет тотальной. Но это будет происходить, когда капиталисту будет невыгодно нанимать 10 рабочих, а выгоднее заместить машины. И это будет происходить только при условии, если стоимость рабочей силы будет расти. Но это, опять же, поскольку капитализм, мы знаем, он беременен кризисами. Это придет к очередному кризису. Поскольку капитализм не знает никакого спроса, кроме потребительного спроса, если у вас рабочие не получают деньги, не получают зарплаты, а там вы их заменяете машинами, то у вас увеличивается армия труда резервная, во-первых. А во-вторых, объем денежных средств, которые могут потратить граждане на продукты потребления, он уменьшается. Тот капиталист, который присвоил себе прибавочную стоимость, он не может пойти и купить 10 курочек. Ему нужна одна яхта и одна курочка. А рабочие потребляют, когда они потребляют, они не могут, значит, употребление уменьшают, и, соответственно, очередной кризис капитализма получается. В обществе это понятно, но если я к тому, что к продолжению ответа на ваш вопрос. Так, за меня не надо продолжать отвечать на вопрос, вы сами ответите на вопрос. Да, это висит ваш этот абсурд. Замени руку протезом, хорошо, он все равно еще человек заменили, мозги заменили, половину. И каким образом вы, где, что, как вы мозг замените, что вы? Можно я скажу? Скажите. Ну, не есть. Никакого искусственного интеллекта нет, просто по той простой причине, что никто не знает, что такое интеллект вообще. Поэтому как можно искусственный интеллект создать, если не знаешь, что такое интеллект? Это просто программа, все. Просто другой вид. Если ты не знаешь, что такое интеллект, это не значит, что его нет. Скажите. Если я не могу его определить, опять же, это не значит, что его нет. Дорогие товарищи, тут ситуация простая. Если вы встречались с современными искусственными интеллектами, то это, ну, на самом деле, очень упрощенно. Это так называемые нейронные сети. Это все-таки некий алгоритм работы, который работает таким хитрым способом. Используются определенные математические утверждения, что там любую функцию можно аппроксимировать с набором весов и связей между ними. И как будто бы считается, что вот можно так, ну, любую задачу этим решать. Не решает современные вот эти алгоритмы, которые называются действительно искусственным интеллектом. Они интеллектом не являются в этом смысле. Которые называются искусственным интеллектом. Они не решают все задачи. Они часть задач решают лучше, чем человек. Но задачи, в основном, переборные, задачи механические, они решают лучше, чем человек. Добавлю, может, сюда? Давайте. Что человеческий интеллект отличается как раз способностью не только к анализу, а еще и к синтезу. То есть к развитию какому-то. Ну, к синтезу, да, к... К извлечению нового знания из... Как нас научил Михаил Васильевич на прошлом кружке гегевской диалектики, человек способен к спекулятивному мышлению. Я, кстати, хотел сказать из-за того слова. Значит, у гегеля возникает этот термин, и меня как-то спрашивали, а я к своему стыду не знал, что такое. Я пошел к Михаилу Васильевичу, спросил его, и заставил... Ну, не заставил, спросил его еще и на этом, на кружке, чтобы он рассказал нам, что такое спекулятивное мышление. Спекулятивное мышление – это просто такое мышление, которое прибавляет к себе знания. То есть я какие-то делаю выводы и прибавляю знания. То есть в этом смысле спекулятивность здесь в хорошем, ну, как бы, в правильном смысле используется. Не в том, в котором используются, вот как мы привыкли, спекулянты – это что-то плохое. А спекулятивное мышление – это просто мышление, которое увеличивает свои знания. На основе каких-то базовых знаний все увеличивает, увеличивает, увеличивает. Спекулятивное мышление. То есть, когда я наберешь это, предполагаю, попроверяю, оно оказывается верным. А нейронные сети и другие формы. Ну, они решают только те задачи, которые… Они делают только то, чем их ухудшим, которые не способны развивать паучки. Так, давайте еще вопрос у вас. Ну, у меня тут, наверное, даже не вопрос, а как бы больше размышления. Я вот вокруг понятия энтропия, допустим, у меня мысли крутились. Вот если у нас… Глубоко. А? Глубоко копнули. Да. Ну, я хотел бы просто как-то выразить это. Но вот у нас энтропия по физическим понятиям – это бесполезно растраченная энергия. Нет. Не знаю такого определения энтропии. Нет, это я вот в это… Ну, а для меня это как бы… Я, как понимаю, это необратимые изменения. Ну, вот у нас, допустим, жизнь развивается, да? И, соответственно, вот если взять само физическое движение, прямолинейное и равномерное, это у нас получается, что сила или уравновешена, или на объект сила не применяется. Соответственно, у нас… Я не понимаю, как вы понятие энтропии применяете к механической системе. Вот то, что вы рассказываете – это механическое движение. К механическому движению понятие энтропии не применяется. Энтропия, в общем, это мера неупорядоченности системы. То есть, чем больше энтропия, тем менее упорядоченная система. Это такое вульгарное, на самом деле, определение, но энтропия имеет и математическое определение. Если мы имеем некий ансамбль вероятностных исходов, и у каждого этой вероятности задано, на этом всем ансамбле задано распределение вероятности, или заданы вероятности каждого из событий, то энтропия – это такая функция, которая определяется минус, сумма по всем возможным исходам, вероятность каждого исхода умножить на логарифм двоичной этой вероятности. Это называется двоичной энтропией. И это мера, как бы, ну, тоже неупорядоченности вот этого вероятностного ансамбля. Эта мера часто используется вот в вашем телефоне. Если ваш телефон без вот этого, вот того определения энтропии, которое я сказал, никогда бы не работал. Потому что все сжатие информации основано на понятии энтропии. Но к механическому движению это не применяется. Я вот не знаю, чтобы это применялось к механическому движению. Вы специалист по энтропии? Я думаю, что я больше специалист по энтропии здесь. Я просто слышал такую форму, что энтропия равняется единице разделительное количество информации. Нет, это не важно. Есть понятие собственной информации. Это как раз логарифм двоичный, ну, или не двоичный, какой-то логарифм от вероятности. Это понятие информации сообщения. Я больше исходил из, наверное, термодинамики. Так а какое механическое движение в термодинамике? Какое тело, тело, вы начали говорить, что тело движется там с каким-то ускорением. Термодинамики это же вероятность и процесс. Вот из-за неупорядоченности как раз энергии, она тратится бессмысленно. Не понимаю, что значит. Что же значит неупорядоченность энергии? Ну, вот, допустим, движутся молекулы хаотично, да? Если бы мы энтропию убрали из этой системы... Они бы все молекулы были в конкретных... Вот энтропия ноль, это значит, что мы знаем, что все молекулы в строго определенных местах зафиксированы. Все понятно. Неопределенность равна нуду. В этом смысле движения не существует. Почему? Ну, например, молекула движется, если я знаю, что она движется, вот сейчас она в этой точке, потом в этой, потом в этой, потом в этой. То энтропия все равно ноль. Ну, вот, я про... Ноль, ноль энтропия, ноль. А, ну, то есть мы, получается, знаем... Это вопрос о... Получается, знаем результат. Знании, знании того, где кто находится, в какой момент. Ну, я это... Ну, короче... Я, в общем, не понимаю, давайте это... К чему это дискуссия? Я это к самому понятию капитализма хотел привязать. Так, что это глубоко. Глубоко, давайте попробуем, что мы имеем. Получается, что вот эта неупорядоченность, если капитализм это механизм, и мы, допустим... Нет, я не говорил, что капитализм это механизм. Такое утверждение, это утверждение неверно. Капиталистическая экономика может рассматриваться как механизм. Еще раз, может рассматриваться как механизм. Но это тоже было бы приближением все-таки. Поскольку мы знаем, что существуют... Эти вот наши товарищи капиталисты все-таки пишут какие-то планы. То есть у них, даже у них, вот этого механистического соединения частей, они пытаются его преодолеть. Пишут какой-то план на весь там... Ну, не план, а как этот... И даже не программу. Они называют это... Как это? Roadmap. Пу... 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 Дорожная карта? Пу... Пу... Естественно, потому что они работают и, как бы, их действия находятся на так называемом рынке. Они как агенты рынка. А рынок, он действует при помощи случайности. То есть это закономерная случайность. Через эту случайность, через случайность, которая называется невидимой рукой рынка. Это просто... Что такое невидимая рука рынка? Это просто случайность. Как им кажется, что монетку кидают, один разорился, другой стал богатый. Потом этот разорился, этот стал богатым. Кстати, они из-за этого становятся верующими зачастую. Потому что они в этом случайном бурлении не видят никакого закона. На самом деле, через эту случайность прокладывает закон стоимости. Основной закон капиталистического способа производства. Ну, а в итоге мы не можем, да, понятие генетропии к производству капиталистического? Мы не можем. Мы, я имею в виду себя. Вы, может быть, можете. Я не знаю. Надо изучать. Изучайте. Видите, как много открывается. Можно еще разорвать для них химизм? Химизм, значит... А я что-то про прослушивание переходили. Есть внутренние связи. То есть снимается безразличность. Безразличность в механизме, внешнее соединение объектов. В химизме снимается их безразличность друг к другу. Соединение подразумевает взаимодействие. Да? Взаимодействие они уже не безразличны. Те же планеты, они... Видите, вы сделали только что переход от механизма к химизму и показали, что никаких чистых механизмов не бывает. Поздравляю вас. Замечательно. То есть любой механизм... Ну, конечно, мы какие категории изучаем? Понятия. Нет. Диалектики. Всеобщие диалектики. Всеобщие категории. Значит, они есть где? Везде. Все. Значит, в целом, да, можно сказать, что нет никакого чистого механизма. Есть химические соединения везде, и любой механизм можно представить как химизм. Но мы абстрактно... Это за наличие идеи. Значит, если в механизм добавить вот то, что... Нет, 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 нет. То есть какой-то смысл, который над этими взаимодействиями. То, что если оно соединено, то взаимодействие в любом случае и есть. Если есть некий смысл над этими индивидуальными взаимодействиями, общий смысл... Нет, вы неправильно понимаете химизм. Вот я к тому и переспросил. Так, еще вопросы. Может быть, там кто-то онлайн что-то спрашивает. Все поражены рассуждением про энтропию. Ну что, товарищи, если вопросов нет, значит, опубликованы задания на нашу следующую встречу. Она произойдет в следующую среду, будет семинар. Мы будем обсуждать, в общем-то, те же самые вопросы, но... Уже с точки зрения тех вопросов, которые представлены в системе дистанционного обучения. Призываю ответить хотя бы на один вопрос. Полно, но при этом коротко. Очень честно, но Россия 2014 года, почему она империалит? Почему она империалит? Для того, чтобы понять, что Россия империалистическая страна, нужно провести исследование и доказать, что, первое, в России есть наличество финансового капитала. Ленин для России 2014 года это все сделал в работе и переделись в какой-то стадии капитализма. Так вот, у меня не сложилось впечатление. Ну, так давайте, ну, тогда надо разбирать эту работу. Дальше нужно показать, что вывоз капитала превалирует над вывозом товаров. Из России был вывоз капитала из России 2014 года? Да. Где-то они открывали производство. Это все вот в... Там, в Китае, в Китае много денег, в Китае, в Китае, в Китае огромные деньги были. Ну, как-то реально... Вывоз капитала в России 2014 года я не увидел. Значит, этот вопрос вот по капиталу подробно стоит задать товарищу Голко. Он у нас специалист по экономическим... Вот после дискуссии с ним у меня эти вопросы остались. А что же вы ему это... Ну, как бы, чертой, не задали этот вопрос. Не убедился, я им задал. Так, все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok